Создав вот такую маленькую, но очень нужную, взаимовыгодную коалицию с РУ, Китнис обрела не только какое-то внутреннее спокойствие, какое-то ощущение безопасности, она приобрела надежного помощника, надежную помощницу, которая обладает довольно-таки важными для нее в этой ситуации знаниями и щедро делится ими. Вот они сейчас пригрелись вместе, ложатся на ночлег, устраиваются на ночлег. Рута сразу засыпает, и Китнис предается размышлениям о ней. Понятно, что этот союз не только недолговечен, но и хрупок, как сама Рута. Еще больше тревожит Китнис то, что если вдруг окажется так, что в конце они обе останутся в живых, что будет дальше? Она пока что боится об этом думать, может быть даже не хочет об этом думать, и поэтому успокаивает себя тем, что, ну в кавычках успокаивает тем, что, конечно, у них шансов-то у обеих нет, ни у одной, ни у другой. Тем не менее, сейчас ее тревожит профи и их припасы, которые они собрали, и вот теперь нужно как-то их лишить этого. Потому что она знает из прошлых игр, что профи, то есть жители первого, второго, четвертого дистриста, они не знают, что такое жить впроголодь. И так как они не живут впроголодь, они не знают, как добывать еду из ничего, из того, что у тебя вокруг, что тебя окружает. Вот как добыть себе еду на пропитание? У них нет, у них это все есть, на всем готовом они живут. И в какой-то степени они проигрывают трибутам из обычных дистриктов, из голодающих дистриктов. То есть она говорит, что вот были случаи, когда запасы уничтожались, там то ящерицы какие-то съедят, то там водой может смыло или что такое, вот наводнение было. И в те годы побеждали, как правило, трибуты из других дистриктов, не из привилегированных. Сейчас ей нужно бы подумать о плане, о том, как лишить их вот этих накоплений, которые они собрали, на руку то, что они сконцентрировали все в одном месте. Вот как говорит Рута, она это видела, а Китнис теперь должна придумать как. Рута может сама, в принципе, продержаться. Она скрывается, так, путь здоров как. Но делать с этим что-то нужно, потому что те тоже будут долго держаться, если у них собраны все продукты. И сейчас Китнис вот лежит, думает об этом все и осознает, какой одинокой она была до сих пор на арене. И как приятно чувствовать чью-то близость. Она погружается в дремоту и уверена в том, что с завтрашнего дня не на нее будут охотиться, а она будет охотиться на профи, и они будут озираться с опаской. Их будет грохот пушечного выстрела. Вот один грохот, один выстрел. О чем он говорит? Первая, конечно, реакция, что, ага, значит, еще кого-то мы лишились. Еще один конкурент пал. Кто именно? Не знает. И как-то подсознательно она тревожится за Пита. Кто угодно, кроме нас, вечером, может быть, узнаем, это говорит Рута. И они начинают пересчитывать, кто у нас есть. Парень из первого, оба атрибута из второго, парень из третьего, цепь, я и ты с Питом. Это восемь. А, еще мальчик из десятого, тот с больной ногой. Еще кто-то есть, они никак не могут вспомнить. Дальше они думают о том, что именно произошло и как это произошло. Информацию этот взрыв им дает еще вот о чем. О том, что, скорее всего, они пришли в себя, профи, и уже начинают действовать. Если это так, то, с другой стороны, у Руты и Китис появился шанс подготовить свой план и реализовать его. Потому что, если бы опять был какой-то такой скудный на жертвы день, опять организаторы могли устроить какую-то вот такую, свинью подложить. То, чего они не знают, как с этим быть. Значит, они решают, что нужно что-то делать. Просыпаются, и Рута протягивает два каких-то птичьих яйца. Откуда это у тебя, спрашивает Китис? Говорит, вот там с болота. То есть, там рядом где-то болото, какие-то птицы водятся. Она оттуда принесла. Решили обойтись без огня, без костра. Рута съели эти, съели по яйцу сырами. И Китис приглашает ее к действию. Ну как, готова? А к чему? Ну, сегодня мы будем отнимать у профи еду. И Рута готова к любому плану, который предложит Китис. Она хочет в этом участвовать. Этот, вот этот штрих, то, что отличает ее от Прим. Во всем они похожи. Вот возраст, телосложение, манеры. И тут, вот, говорит Прим, всегда ей в тягость вот такие приключения. И она не такой человек. А это загорелось там. Огоньки какие-то такие у нее задорные появились. Да, да, сделаем. И они решили обдумать планк. Ну, подумаю, говорят, уда, пойдем на охоту или там на собирательство. Уж что получится. И по ходу обдумаем. И по ходу Китис расспрашивает Руту об этих профи. О том, кто, как себя ведет, что они делают, где, как расположены. И она все ей говорит. У Руты тоже появилась такая союзница. Она тоже в коалиции. Ей тоже выгодно делиться информацией. И она ей все рассказывает. Рута говорит, что мальчик из третьего дистрикта, оказывается, охраняет вот этот лагерь. Лагерь разбит около озера. А хранилище запасов, ну, в метрах где-то так в тридцати от лагеря расположено. И его охраняет мальчик из третьего дистрикта. Что очень удивляет Китис. Она думает, почему, вот причем третий. Ну, первый, второй, понятно. С четвертым там не очень все успешно. Вот почему третий? Как он там оказался? Ну, говорит он, днями торчит в лагере. От ос-убийц ему тоже досталось, когда профи притащили за собой к озеру. Они держат его за сторожа. Сам он не очень крепкий, вооружен одним там копьем. Ну, может быть, скажем, одного-двух он сможет положить. Но так, например, нет. Он не очень сильный. Цепь его, например, запросто сломит. И, в конце концов, о еде. Что еда? Она вот так лежит под открытым небом? Говорит, да, открытое вот так, да. И это тоже кажется странным, Китнис. Ладно, говорит, а что ты сделаешь, вот если вот попадешь туда и увидишь эту еду? Ну, Китнис говорит, что угодно. Там уже видно будет. Сожгу, не знаю, там испорчу. Съем, шутит. И вот пока они идут, они нарывают там коренья какие-то, ягоды, листья. И Рута рассказывает, показывает, как это все. Все, что она знает. Рассказывает она и о себе. Уже разговор переходит на нее. Рута старший ребенок в семье. У нее шестеро братьев и сестер, которых она никому не дает в обиду. То есть, если ей двенадцать. Самыми маленькими она делится своими пайками. Ищет еду на лугах. Это тоже запрещено. А Миротворцы там, ну как мы знаем, уже гораздо суровее, чем у нас. И при всем том, на вопрос, что она любит больше всего, Рута, не задумываясь, отвечает музыку. Китнес это удивляет, потому что музыка для нее, в ее дистрикте занимает, как она говорит, место где-то между бантиками для волос и радугой. При том, что по радуге она может какие-то выводы о погоде сделать. И она удивляется. Говорит, вот вы же работаете постоянно, у вас еще время на музыку есть. Ну, говорит, да, мы поем. Очень любим музыку. И на работе тоже. Подбадриваем себя. Используем. Пение и Сойк Пересмешниц в обмене информации. У вас их много, да? Говорит, да, конечно. И как вы их используете? Ну, вот она говорит, я залезаю наверх и вижу сигнал о том, что рабочий день закончился. И пропеваю им 3-4 ноты. Вот она поет 4 ноты. И Сойки подхватывают эту мелодию и все узнают о том, что рабочий день закончился. Рута это... Китнис это очень впечатляет. И она отстегивает вот эту свою брошь и да и хочет подарить ей. Та узнает и говорит, что нет, я это не приму. Это твой талисман, пусть он у тебя будет. А она сама показывает, вот из двородника достаёт ожерелье, сплетенное из какой-то травы. На нём висит грубая деревянная звёздочка или может быть цветок. И Китнис хвалит её, вот говорит, да, это хороший талисман, держи, он тебе поможет. И через пару часов, через 2-3 часа, наверное, у них план разработан и они, значит, приступают к его осуществлению. Они собирают и складывают хворост для двух костров. Китнис помогает и поручает ей сделать третий костров уже самостоятельно. Они договариваются встретиться на том самом месте, где вчера вместе ужинали. Идя вдоль ручья, его легко найти. Перед уходом, и вот что-то держит Китнис. Она должна уже пойти, она перед уходом ещё раз проверяет. Там достаточно еды или спичек, достаёт спальный мешок, отдаёт. Вдруг не удастся вечером встретиться. А как же ты, спрашивает Рута, а она очень уверенно почему-то отвечает, что не замёрзну, достану себе другой мешок у озера. Здесь красить не запрещено. То есть она какой-то такой план задумала. Ей кажется, что спокойно она сможет достать у озера спальный мешок. И всё-таки их что-то держит. Рута в последнюю минуту учит её тому сигналу, который она использует дома. Она говорит, если ты услышишь этот сигнал от пересмешниц, знай, что со мной всё в порядке, только я сейчас не смогу прийти, если она откуда-то его переслала. А тут есть пересмешницы? Их много? Китнис спрашивает. Груто говорит, посмотри, сколько гнёзд. Тут только она замечает их. И вообще она сейчас будет идти по лесу и замечать гнёзда, оз этих трекер-джакеров, пересмешниц, ягоды, которые она не знала, листья, которые используются при укусах этих оз. Она на всё это будет обращать внимание. Да, она охотница, она в лесу себя чувствует, как рыба в воде, и тем не менее она много чего не знает. Ну, не встречались ей эти растения, эти птицы, эти гнёзда оз. Хотя встречались, да, но она их вот не замечала. И неожиданно, уже перед тем, как разойтись, Рут её обнимает. И она её обнимает. Это вот та же самая картина, когда вот она обнимает Прим и Рут. И что-то томит Китнис. Они желают друг другу быть осторожными, и Китнис говорит, ну, если всё пойдёт по плану, вечером увидимся. Мы тут же можем вспомнить, конечно, сцену, когда они поставили рыбу, там, тушиться, да, в день жатвы, и договорились, что вечером на обед соберёмся. Часто бывает, когда она что-то назначает на вечер, там, встретимся потом, после обеда. И Китнис идёт. Она идёт обратно к ручью, она спускается с холма, идёт мимо ручья, и думает, и её начинают, опять-таки, страхи брать. Она боится за Руту. Она боится, что её могут убить. Она боится, что их не убьют, и что тогда придётся им делать. Снова эта мысль вернулась. Боится оставлять её одну. Но это чувство нам знакомо, когда мы, скажем, уходим, оставляем кого-то. Мы всегда надеемся. Любая вот такая ситуация, она имеет в себе, в основе имеет какую-то надежду. в любой ситуации, если мы посмотрим, проанализируем свои действия, мы уходим, оставляем кого-то дома, допустим, это ребёнок или старик, мы всегда надеемся, что всё будет хорошо. когда мы садимся в транспорт, и нас везёт, скажем, водитель автобуса. Мы надеемся на то, что всё обойдётся. Мы этого не осознаём, но мы им доверяемся. Мы доверяем лётчикам, всем мы доверяем, когда мы им вручаем свою жизнь, скажем. И вот тут она оставляет Руту одну. И очень надеется, что всё обойдётся. Но боится. Она боится за Прим, которую я оставила одну дома. Руту оставила, Прим оставила. Она за них боится. Она боится несмотря на то, что у Прим есть мама, есть Гейл, есть пекарь, который обещал позаботиться. А вот у Руты, в данный момент у Руты есть только я. И она её одну оставляет. С этим тяжёлым чувством она идёт, отвлекается, она узнаёт те места, по которым она шла. Она замечает вот эти гнёзда, как я уже сказал, листья и так далее. Довольно-таки быстро она дошла до того места, где ещё лежит расколотое вот это гнездо. Рута сказала примерно, где находится, как выйти кратчайшим и таким самым безопасным образом к озеру. И она вот идёт и с удивлением обнаруживает, как была права Рута, когда она скрывалась здесь и когда она здесь ходила, потому что там такая густая листва, что даже днём можно вот так спокойно быть и тебя не заметит. И вот она подходит к лагерю, она уже знает, что она подходит, у неё обостряются чувства, слух, запах работает, она держит лук на готове, птицы летают вот эти сойки то тут, то там. И в конце концов она, будучи вот в этих зарослях, выходит к площадке, с которой начались их игры. И что она видит? значит лагерь трибутов. Между лагерем и Китнис находится вот эта площадка. Там же рог изобилия и на какой-то очень непонятной, непонятном расстоянии, далеко, расположен вот этот их такая пирамида, куда они собрали всё, что было в роге изобилия. И так же, как в роге изобилия было всё сконцентрировано, а потом понемножку ещё вокруг что-то разложено, было то же самое здесь. Вот все запасы собраны и немного так вокруг какая-то такая. Что-то не то. Рог лежит там, где и был, но он пуст. Большая часть ценностей в ящиках, мешках и пластиковых коробках сложена аккуратной пирамидой довольно далеко от лагеря. Подозрительно далеко. И над всем этим есть такой навес из сетки. Для чего нужен этот навес? От чего он защитит? Непонятно. Думает. От птиц может каких-то. И сидит вот этот мальчик из третьего дистрикта там возится с чем-то там в чем-то ковыряется. Она опять начинает думать при чем тут он чем он их купил. Эти трое тоже там видно что они не совсем разобрались со своими укусами потому что они такие шишки видны явно не вытащили жало и пока они думают то есть и они думают наверное что как делать и она думает как быть вот они здесь но у нее то есть план который должен работать и вскоре он начнет работать и она должна понять как за довольно-таки небольшое время которое будет выделено разобраться с этим лагерем тут они замечают дым от костра довольно-таки густой и Катон начинает командовать для начала они спорят о том брать с собой вот этого мальчика из третьего дистрикта или нет и Катон говорит да пойдет с нами в лесу пригодится а здесь не нужно кто-то ему говорит а женишок loverboy вдруг он вернется говорит навряд ли вернется я его так хорошо полосанул ножом это информация а они находятся относительно на близком расстоянии и она слышит их хорошо он говорит я его так успел хорошо полоснуть может даже истек крови уже ему точно не до нас теперь если они кого-то убили и вот пушка была о ком то значит они понимают что Пита жив один выстрел пушки одна жертва кого-то они убили наверное но не Пита потому что если бы не было я так понимаю что если бы не было никаких других свидетельств каких-то убийств они могли бы подумать что это Пита а сейчас они знают что как-то он еще тогда не истек кровью ну в общем а да они решают что все они идут все вместе и он бросает еще одну фразу когда мы ее отыщем я убью ее по-своему никто пусть не лезет то есть он зол дико зол на китнис за то что она с ним сделала помимо того что он не смог справиться с ней тогда тут еще и вот такое состояние он тоже пережил явно немало страхов у него они свои уникальные в общем ему тоже досталось всем досталось китнис они понимают что сбросила именно китнис аруто они может и не думают может они забыли о ней сейчас и они уходят и вот она думает как подойти к этому лагерю или вот к месту где собраны все их продукты пока она думает она замечает что краем глаза что вдруг кто-то пробирается бежит по площадке мальчика из третьего здесь нет это не так как в фильме там он сидел и не замечал лису фокс фейс а здесь именно лиса и китнис вспоминает а значит вот мы ее забыли когда утром перекличку делали вот кто там пересчитывали мы ее забыли и вот она подбегает останавливается как будто принюхивается думает и начинает как-то странно перескакивать с ноги на ногу перекатываться чуть не где-то там теряет равновесие пытается устоять в фильме это очень хорошо показано и но в какой-то момент она падает на упирается на четвереньки и она визжит но ничего не происходит потом она встает кое-как добирается до склада продуктов и начинает брать по несколько скажем галет два-три яблока там еще что-то так чтобы в массе не было заметно что кто-то подобрался и что-то у них там взял набирает набирает себе вот это все в рюкзак а потом таким же способом уходит и убегает вот китнис видит как это все произошло ей самой хочется но она все еще думает почему именно так у нее была идея что там наверное какие-то ловушки могут быть но какие именно ловушки а потом до нее доходит там скорее всего могут быть мины когда она изучает вот эти тумбы на которых они стояли ее догадка подтверждается и сходятся все нити значит этот третий парень из третьего дистрикта каким-то образом понял как можно достать вот эти мины ну выкопать понятно и как их можно активизировать он их пере установил вокруг вот этого вокруг вот припасов наверное у них там есть какая-то дорожка такая тропинка по которой они ходят и сами пользуются этими припасами им-то все-таки они тоже нужны а в основном это все заминировано и поэтому оставлено вот так немного конечно сомнительно это выглядит потому что если даже эта сетка которая натянута над припасами она может не спасти от того что произойдет потом и вот когда они уложили вот все в таком манере и заминировали это все в принципе они играли с судьбой потому что они должны были ну прикинуть вот такую ситуацию что может быть что вдруг мины сдетонируют все и они останутся без этих припасов несколько раз возникает по ходу мысль о том что да наверное эти трибуты все-таки недалекие у них это все есть живут на всем готовом еду добывать не надо они профи они этим себе зарабатывают и больше ничего в жизни не нужно а вот такого даже общего развития может быть у них с общим развитием у них может быть все не совсем окей поэтому может быть они не соображают как скинуть китнис дерева поэтому они устраивают вот такую ловушку которая в принципе имеет вот такую уязвимость тем не менее китнис понимает что теперь можно сделать просто не знает как это осуществить она вспоминает случай о том как однажды у девушки упал кулон какой-то легенький такой кулон до того как 60 секунд отсчиталось и потом ее отскребали соскребали с земли но она рада тому что даже вот этот парень из третьего дистрикта сумел так использовать то что им дали распорядители что теперь использовал то что распорядители пытались использовать против них теперь она думает что же делать бросить что-то на это на мины точно не попаду может быть один раз попаду второй раз не попаду начну стрелять растрачу все стрелы и могу цели не достигнуть они уже поймут что я ага вот у меня лук стреляли я хорошо она не хотела эти карты раскрывать еще не хочет смотрит изучает все что там находится и обращает внимание на мешок с яблоками который подвешен высоко и возникает вот такая у нее дерзкая идея в фильме у нас я насколько помню две стрелы используются здесь используются три первой стрелой она делает насечку на мешке вторая расширяет эту насечку до дыры такая дырка образуется и яблоко там движется третья стрела отрывает вот этот кусок материи сетки и яблоки начинают высыпаться на землю в большом количестве и конечно же мины детонируют звучит ужасной силой взрыв мощный поток воздуха поднимает меня и отбрасывает назад поговорим о том что произошло дальше позже так уж получилось что этот выпуск выйдет в канун нового года я думал о том стоит ли давать паузу скажем на первое января когда может быть будет не до моих выпусков не до этих видео не до голодных игр но я подумал что может быть будет кто-то кому захочется продолжить и следуя пожеланиям вот таких возможных зрителей я думаю что я скорее всего завтра выложу очередное видео сегодня мы говорили о 16 главе завтра будет 17 и так уж получилось что заканчиваем мы вот этим мощным всеразрушающим взрывом который устроил лакитнес сейчас мне хочется пожелать чтобы в наших жизнях было как можно меньше всеразрушающих взрывов пусть их будет как можно меньше пусть их вообще не будет если это возможно конечно очень хочется на это надеяться будем надеяться будем держаться друг друга будем стараться поддерживать друг в друге желание жить что-то создавать что-то делать и любить почему бы и нет специально по этому поводу открыл бутылочку поднимаю тост за всех вас благодарю еще раз за помощь за поддержку за участие за интерес и хочу пожелать в новом году всего доброго удачи и пусть все шансы будут в вашу пользу как говорится да каждый раз когда люди будут смотреть этот выпуск у них в конце будет вот такое винопитие доброе пожелание ну и пусть будет почему бы и нет каждый раз можно желать того чтобы было все хорошо спокойно да идем в новый 2024 год всем спасибо всем удачи пока с наступающим новым годом пока не пока не пока Продолжение следует...